Что такое Агапа? Почему она должна быть любовь Всевышнего? А? Совершенная. Ну, к людям применять, фактически, это тоже заповедь, любить. И ближнего, как самого себя. Невозможно сказать, что я люблю Бога, а людей ненавидеть, то есть брата своего. Это говорит о том, что есть позиция Божьей морали в том, чтобы мы научились любить бескорыстно и безвозмездно. Не ища корости никакой. Мы говорили, что Эрос получает, ничего не отдает. Помните, да? Только хочет, только получить. А потом, нет, чуть-чуть, Валик, тише, чуть-чуть, тише. Филио отдает для того, чтобы ты мог получить. Ну, отдает, чтобы получить. И Агапа отдает без понятия получить. Без понятия, как получить обратно. Можно так любить? Можно ли проявлять любовь таким образом? Можно. Например, один из моментов такой, как прощение долгов своих. Вернее, людей. Прости нам, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Долг может быть во всем. Правильно? Ну, чаще всего, когда говорится о финансах, если ты дал в долг, да, не требуй его обратно. Имеется в виду ситуация, которая, когда тебе даже очень тяжело с деньгами, и ты знаешь, что эти деньги у кого-то другого, а он тебе не может отдать, то попробуй полюбить его Агапа. Простите ему этот долг. Когда Израиль получил закон, один из законов существует, как называется, от отпущения долгов. Помните, да? Как? Шминь. Шмита. Шминь и Ацарь. Это как бы цикл. Шмита или юбилейный год. Юбилейный год. Как вы думаете, если человек за 20 лет до начала Шмиты продает свое имение? Ну, не, отдает. В долг ли это еще? Другой, кто купил его, представляете, он задать ему туда деньги. Он должен что отдать? Все это. Обратно вернуть. Это несправедливо. Даже если за один день до он должен вернуть обратно. Вы должны понять, что закон настолько был Богом данный, что говорится, что у прощащего твоего брата не отворачивайся. И Бог поворачивал так сердца человека, даже евреев, чтобы у них не было нуждающихся. Может быть, у них и были нищие, потому что они отдавали свои земли в рост и все остальное. Ситуации были различные. Но изначально план Божий, который был для Израиля, и фактически он долгое-долгое время держался, что если твой брат ближний, он нуждается в крови, в хлебе и так далее, даже больше того, ты его можешь взять его в рабы, но когда приходит время шмиты, отпусти его. И говорит, но не отпускай его пустыми руками. Дай ему хлеб, дай ему все для скота и все остальное. Дай ему и не отпускай его. Другими словами, он у тебя поработал, ты из него мог вытащить все, что ты мог. Поэтому заработанное им, чтобы он начал заново свою жизнь, начни. Как это сегодня применить? Так же само. И я считаю, мое понимание, что это проявление агапы. Бог побуждал нас проявлять агапы. Попробовать простить, делать долги. Попробовать простить эти долги. То есть, как простить? Все, я забыл. Я все забыл. Но внутри себя ты же понимаешь, что оно тебя гложет. Вот совершенная любовь позволяет нам отпустить эти долги, грехи. И мы, это привычно для пятидесятников, для православной церкви, для других, молитва отче наш. И мы говорим, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И мы понимаем, что мы фактически, я ничего Богу не должен. так брать-то, да? То есть, он за меня заплатил, уже как бы оплатить я понимаю, что я не могу обратно, я его раб. Я, как в Ветхом Завете говорится о том, что если твой раб не хочет уходить, протни ему ухо. Я готов, чтобы мне протнули ухо, остаться рабом Божьим, чтобы я от него никуда не уходил, я ему ничего не должен. Кто из вас чувствует, что вы должны что-то Богу? Взаимно любви, я понимаю, он полюбил нас до смерти, то взаимно будет, а? Может быть, это время придет, на самом деле, как бы, меня в жизни не один раз убивали, и может быть, я готов был умереть. Смотрите. Ну да, так должно быть, так должно быть, но это, ты же не чувствуешь, что ты должен Богу что-то, потому что это добровольное служение, это свободное служение, потому что цену, за которую он заплатил за все человечество, он сделал и 2000 лет назад. Ну, я, написание говорит о том, что мы не грешим, если мы в нем, мы не грешим, но если мы, имеется ввиду, что наш грех побежден, но все ли чисты, кто из вас без греха бросит первый камень? Пожалуйста. Кто из вас без греха? Нет, никого. То есть, поэтому понятие, как не грешить, это растяжимое понятие, вопрос с твоего сердца. Мы согрешаем, мы падаем, нас что-то раздражает, мы люди, вопрос, как мы поворачиваемся к Богу или же от Бога в этот момент? Вот, праведник упадет и поднимется, иметь ввиду, что у него вся надежда в Боге. И, ну, воздать Богу за все, ну, как бы, долг, который мы, невозможно. Только, если это вы поймете, раз навсегда, тогда вы помните, что вы ему ничего не должны. То есть, понимаете, да, ваша жизнь и так уже в его руках. Хочешь это ты, не хочешь это, веришь это, не веришь, мы уже в его руках. Написано, что из его руки нас никто не похитит. Что это значит? Все приходят на суд, имеется в виду, все приходят на суд, все приходят на суд. Даже отступники. Все в его руках. Как я задавал вопрос, Бог в дьяволе? Дьявол в Боге? Да? Мучает, правда? Вопрос, он же затворил все и затворил ад и рай преисподнюю и смерть творил Всевышний. поэтому избавить от смерти и ада это в его руках, заплатив цену. Вопрос, теперь верим ли мы, что в аду будет Бог или нет? Ну, если он сотворил его, он может спокойно туда прийти, постучать, кто там? Если Иисус пошел в ад и проповедовал там, а? Зачем? Очень просто, простая вещь, что все слышали о Мессии, первое обетование Мессии когда было? Кто помнит первое обетование о Мессии? в Эдемском саду, что да, ты будешь жалить его в пяту, а он тебе будет поражать в голову. Семя жены. И понятно, во всем потом началось, и семя мужа было, а именно семя жены. То есть показывается на Мирьем, на рождение Мессии. Это был момент первый. И теперь, если мы слышали обетовании Мессии, но мы не знаем кто, даже Йоханан, Иоанн Христитель послал своих учеников, спрашивали, это ты или ждать нам другого? Это ты должен был прийти? И он говорит, пойдите и скажите Иоанну, что вы видите? Глухие слышат, слепые и потом говорит, блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Вместе ввиду, те, кто поверят тому, что происходит. И посадя преисподние места, он проповедовал Евангелие. И написано, с ним же, по его воскресенью, многие святые, что? Воскресли. Неужели? А зачем им было воскрешаться из мертвых? Потому что уверовали. Уверовали. Это так. Это лично мое мнение. Это то, что я верю, что произошло. Они ожидали. Как это должно было быть? Как остальные пророки, которые пророчествовали о том, что должен прийти Мессия, они должны были тоже иметь спасение? Там написано до потопа. Но вопрос сегодня, если до потопа, какие до потопа были святые? после Христа нету? После его воскресения уже нету? Вопрос сегодня еще ада нет. Ну да, там называется темница. Ну темница. Мы уже пошли доставать. подключаем дискуссии и пошли. Агапа является любовью, которая построена на воле человека. Больше чем на чем-либо. Если мы больше на чувствах, да, переживаниях, связи, то любовь, которая говорит о Агапе, это любовь силы воли. Мы говорим так, просто. Я, может быть, не согласен, может быть, кто-то смотрит по телевизору и говорит, я не согласен, это Божья любовь, которая слилась нам в сердце и так далее, и так далее. Но если бы это просто изливалось в наши сердца, то был бы это дар. Ничего страшного, можно ползти. Это был бы дар. Понимаете, да, то есть как бы раз получили дар, но Писание говорит, люби, достигайте любви, это труд. Другими словами, если чувства у нас Эрос и Филио и есть еще Сторги, семейные какие-то уже завязанные, дружеские завязки и что-то внутри нас есть, которое влечет одеваться, представлять любовь, которая будет Эрос, то Агапе становится приказом от Бога, чтобы любить. Потому что невозможно любить любовью Филио или же Сторги любовью своих врагов. Значит, позиция такова, что возлюби ближнего к самого себя включает полноту любви всех четырех. И особенно, я понял, тебе жалко твой барабан, он переживает за барабан. Какая любовь к нему у тебя? Филио, ты чувствуешь? Да. Я хочу, чтобы вы вникли в этот момент, что когда говорят большинство верующих людей, что Божья любовь, Агапе, это божественная любовь, все остальное, то мы уже говорили в этом самом относительно Амнона, помните, да, Ифамар, там используется слово именно, которое переводят как Агапе, да, Агапе, что это было? А? Что это было? Вот это что-то было? Эрос поднялся Филио отказало и прошел как бы полный конфуз. Да. Ну, то есть волевое решение, вы понимаете, да? Волевое решение. Агапа является волевым решением. Там вот в этом отрывке, которое говорится, что он полюбил Фомар, пофумил Фомар. Ну, странное Агапе, да, там, как бы, ну, не знаю, ну, может быть, побудил его Эрос к этому, но чаще всего мы так вот, это волевое решение, нежели Агапе, нежели более эмоциональное. Там в этом отрывке слово используется Агапе. Поэтому мы не можем сказать, что Агапа является божественной любовью. Понимаете, да? Ну, да, это более волевое. И возлюбил, и возлюбил Бог мир. То есть, это было его волевым решением. Понимаете, да? Это филео будет? Или это будет более стоги? Вы моя семейка, давайте вернемся обратно. Нет, это было Агапе. пускай люди думают, что угодно, как бы, вот, смотрят в телевизор свой. Я это понимаю, что фактически Агапе является проявлением волевой любви. А что записывается? Да. Ты думал, что программу пишем, да? Нет. Есть. Есть. Чаще всего ссылочку делают на христианский оборот, что это божественная любовь, когда Иисус говорит Петру, ты меня любишь, и так далее. И реально он обращается к волевому решению Петра. Он говорит, да, ты знаешь, что я филию, ты же мой друг. Понимаете, да? И хочу, чтобы любить Бога, это тоже решение. Тоже волевое решение. Влюбиться в Него, но оно проходит с уже более эмоциональным проявлением. то есть ты можешь плакать, ты можешь чувствовать, переживать, да, но мы не влюбляемся в Бог по причине нашей гусиной кожи. Пошло, Господи, полюбил тебя. чу, оно, это, я, ну, это первая часть, может быть, но я больше всего ссылаю, что это действие Святого Духа и обличение. Духа обличает тебя, и ты чувствуешь себя ничтоженным, и ты нуждаешься в Боге, который наполнит твою душу. Поэтому ты решаешь следовать за Ним, и возлюби Господа Бога твоего. То есть какой любовью? Определите мне эту любовь, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением, всей твоей крепостью. Как это? Эрос, секса с ним нельзя иметь. Понимаете, да? Красиво одеваться, посмотри на меня, может быть, не знаю, филио, то есть дружеская любовь. Подождите, Бог говорит, я не человек, и да, я не сын человека, чтобы меняться, то есть кто я? Где почтение, где богововение? То есть богововение представляет собой решение какой-то позиции, то есть благоговение, то есть находиться в трепете, так же как в церквях и в моментах люди стоят на колени, поднимают свои руки, да, принимают позу благововения. Каждая, конечно, из своих чувств как-то происходит, но это волевое решение смиряться, смирять свою душу, порабощать перед Богом. Это волевое, это агапа, то есть не верьте ввиду, ты делаешь, потому что надо, а ты это делаешь, потому что агапа, которая в тебе, в любовь, оно побуждает тебя добровольно это делать, понимаете, что вы говорите? Добровольно, и посему преклоняю свои колени пред Господом день и ночь, да, вот так же само, как умываю постель мою в слезах моих перед тобой, в чем это потому что ты коснулся меня, у меня это любовь, которая к тебе идет, это чувство, оно волевое чувство, имеется ввиду, я открываюсь, я хочу это сделать, и я отвечаю на твою любовь, именно таким, я готов пожертвовать всем, и ничего мне не надо от тебя, понимаете, ты у меня есть, это больше всего, все, что нужно, конечно, мы говорим о том, что есть выгода в Боге, всегда есть выгода в Боге, как верующий человек, если она должна быть выгода, если нет выгоды, значит мы просто набожные люди, имеем, как бы, ну как бы сказать, нет, даже не религиозный, статус, что мы христиане, но таковыми не являемся, что я имею ввиду, имею ввиду, что когда мы, когда мы нуждаемся в Боге, то есть выгода у нас Бога, мы прибегаем к Нему, и если ты, то есть испытай меня, испытай меня, я покажу тебе невероятно, невозможно, не приходилось то новому человеку, что Бог приготовил для любящих Его, он приготовил, а если он приготовил и сделал, тогда уже от этого есть выгода, сюрприз, но для того, чтобы был сюрприз, необходимо, не эра, с которой у тебя есть, которую Бог тебя уже обложил, ты этим не можешь полюбить Бога, ты можешь только полюбить Бога возрожденной любовью, которая называется агапой, божественной любовью, да, действительно, но это волевая ситуация, которая внутри нас, и мы не можем, мы не можем сказать, что агапой является лишь, всего лишь, божья любовь, которая у нас есть, я понимаю, что, и Писание говорит, что любовь Божия издала в сердце наших Духом Святым, да, но какая это любовь, я задам вопрос, что-то за любовь издала в сердце, может быть, его любовь, его любовь, но, оно говорит, издала в сердце, к нам, то есть, мы понимаем, что мы получили любовь, но какая любовь, что это выражает, какое выражение, я, мое личное мнение, что это агапа, которая является волевым решением нашей, нечувства, нечувства, есть многие верующие люди, которые не крещены Духом Святым, не крещены Духом Святым, но они любят Господа отверженно, только подумайте, такие вещи, когда люди идут на аскетизм, да, пойти в монахини, или в монахи, что заставляет людей это сделать, от них, может быть, обстоятельства жизни, но есть люди, которые по-настоящему влюбляются в Бога, и самоотвержением показывают свое агапе, мы не можем судить их, мы не имеем права на то судить Бога, потому что аскетство, оно было не все, не всегда, это было отделение от мирской жизни, посвятить себя Богу, я верю, что есть нормальные люди, которые любят всех остальных, я верю, что нам необходимо воспринимать других людей, другие направления христианства, которые верят, что Ишуа Мессия, воскресе из мертвых, и так далее, и так далее, то есть понять это, даже то, что они верят, что Ишуа является Богом, мы должны понимать, что это реальность, воспринимать их даже в православной церкви, католической церкви, кто был здесь в прошлом году, когда отец Питер приезжал, да, вам понравился человек, католик, 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 с детства или там с юности своей отделился себя полностью на служение Богу, не был никогда женат, не посвятил себя Богу, и написал шесть или семь этих самых диссертаций именно относительно Духа Святого, которые вошли в энциклопедию Пятидесятников о Духе Святом, крещеный Духом Святым, католик, извините, это посвящение, он проявил свою агапу, которую он получил от Бога, прощение и обновление, и показал ее на самом деле пред Богом и перед людьми, волевое решение. Очень много людей волевым решением делают, многие евреи это делают волевым решением. Мы говорили о том, что существует галаха. Галаха это правило, правило, в которых ты действуешь. Если ты это с самого раннего детства этому учат, что такое пища, что можно, что нельзя. Поэтому в этих рамках они себя и заставляют это действовать. Скажите, агапа это? Я думаю, что своего рода агапа, потому что оно внутри у нас есть. Внутри она у нас есть. Болевое решение любить людей. Не чувствую. Вы понимаете, как простить свою бывшую жену? Как отпустить за то, что она делала всякого ерунды, разводы? С радостью. Да, я понимаю. Иди ты уже, иди. С песнями, танцами, провожанием. Как бы сделать еще пир и ужин. Все сразу. понимаете, можно сначала это хорошо, имеется в виду радостное состояние, но реальность такова, что через месяц, через два тебя вбьет в голову реальность. Ты понимаешь, что это give all, то есть ты прервал отношения, но уже поздно. Как сделать? И начинается болеть, начинается внутри. Она такая была, она такая была. Почему не просто полюбить и сделать волевое решение, от любви агапы. Я понимаю, в спортзал нужно пойти, да? Осию. не в себе, когда мы. Это уже разное состояние. Надо как благословить, вот, в момент, как благословлять врагов? Вот как благословить врагов? Еще вот этот вопрос, как благословить своих врагов? что такое прощение? Что и что производит это отпустить? отпустить? Принятие решения, да? Но если оно внутри, если оно внутри, вот так вот, не осадок, а такое, чтобы ты еще пожалеешь, ты еще это самое, ты еще что это такое? Что это? Это непрощение. мы говорим о вещах, которых мы, например, не понимаем. Нам нужно агапы. Вот в прощении врагов нужно агапы. Когда с тебя снимают одну одежду, что надо дать? И верхнюю. Как это возможно? враги твои ближние, домашние твои. Нам легче принимать унижения или же надсмешки от неверующих людей. Ну, легче всего. Муж неверующий, понятно, ссылочка на что-то неверующий, и все его грехи прощаются. А если он вдруг покаялся, но характер еще не изменился, уже чуть ли не проклятие, чтобы ты сдох и все остальное, лучше бы ты никогда не приходил к Богу. Проблемы. Почему? Потому что мы на самом деле не знаем, что такое агапы. Мы ссылочку делаем, что типа Бог простил, и я прощаю. типа наше Божье прощение выходит от нашего прощения. Оно связано. На каком основании? Мы очень часто используем местописание, которое говорится, что вы свяжете здесь на земле, то будет связано на небесах. Что вы развяжете здесь на земле, то будет развязано на небесах. начнем связывать всех бесов. Но какое-то причине постоянно развязывается. Распрояться всем. Понимаете, дальше выгоняться за бесами и связывать их всячески. Какими нитками, какими цепями или какими словами мы их связываем? Не прощением. Мы их связываем не бесов, а вообще людей. Не прощением. Не прощением. На все ссылки, которые существуют в мессианском и теологическом понимании этого слова это прощение. На самом деле самая великая победа, которую вы можете сделать это простить людей. Ишуа говорит о том, что прости и ты им, ибо они не знают, что делают. Другими словами я простил, я это сделал, я взял на себя грех. они не ведают, что делают. Прости. есть он развязывает их от той наказания, той боли, того может быть переживания, которые есть, чтобы Господь развязал эти моменты. Как вы думаете, Бог простил тех людей, которые наказали? Если Иисус простил, да? Реально простил? Да, я думаю, что да. Почему? Тогда многие христиане ссылаются на ссылку такую, что пускай кровь его будет на нас и на детях наших, поэтому евреи получают свое, потом гонение и преследование католистической церкви и другими антисемитистами, которые в церкви подтверждают, укрепляются на этих словах. Типа им так и надо. Если сам Всевышний Ишуа молится за них и говорит прости им, им они не знают, что делают. Если сын просил у отца, разве он не дал им прощения за то, что они сделали? Правильно, но на самом деле люди не хотят усмотреть, что Ишуа просил, если я попрошу отца, он сделает это. Я ничего не делаю без воли отца. И воля отца была в том, чтобы я пошел на кредер весь мир. За Израиль, за всех, кто обидчиков и все. И я прошу тебя, Абба, чтобы ты простил этих обидчиков. Как вы думаете, прошение от сына было усмотрено или нет? Я считаю, что да. Тогда как же может такая позиция того, что его кровь на нас, на наших стать проклятием для еврейского народа, если прощение отца было? Что угодно, да. Но знаете, я благодарен Богу, что когда я смог, знаете, это пришло буквально недавно, были в поездке, и вот в баптистской церкви одной с братьями мы общались, евреи все, и пастор говорит, ну ведь евреи сами же виноваты, но сказали же, пускай его кровь будет о нас и на детях наших, и знаете, я просто сначала не знал, что ответить, ну знаете, вот момент, и потом пережил такое посещение Духа Святого, я говорю, а я был рад, говорю, а я рад, знаете, я рад, что его кровь была на нас, и на детях наших, на мне, и на моих детях. Они говорят, он не понял, что такое? Я говорю, потому что он является агнец Божий, и если бы не было бы его крови на наших, на детям наших, мы бы никогда не имели спасения, не было никакого бы остатка израиля эта позиция и и пасхи которая стоит еще он еще состоит состояние еще с египта и по косяки крови помазаны были вся семья была сохранена и слава богу что они это сказали что его кровь на нас делах наших не имелось ввиду что теперь давайте его его просто в распинем и будем всех евреев преследовать они прогласили вот так же само как прогласили то что лучше человеку одному вечере весь всему народу было побыть в наказании и это он сказал под действием духа святого потому что он было то время что перед священник что он сказал лучше предать его на смерть чтобы исполнилась воля божья представьте себе я говорю для тех не евреев представьте себе тему представьте себе тему вдруг в момент весь израиль падает на ноги и говорит ты мессия и нет другого и что где бы вы тогда были потому что для нас он является обетованием для язычников он благодать попали до этот момент я это я когда разговаривали что бы вы как язычники бы делали бы если бы весь израиль то время закричал маши я ешуа маши их есть господь приняли бы его как бы и пришло бы что избавлением израиля то для других народов все бы закрылась не было бы возможности не было выхода я думаю что иногда слова которые мы говорим они они должны иметь силу но мы должны так же быть мудры когда мы говорим о богаты божьей любви это любовь излилась нам к нам в сердца во время нашего будет так возрождение свыше время нашего рождения от бога что я имею ввиду она у каждого человека она есть можете пожертвенные такие поступки которые люди делают там во время войны да там помните александр матросов кинулся на пулемет ради чего ну понятно что там есть есть такие когда папа есть сразу такие мнения что типа перед 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 атакой давали им эти самые стали как бы ну наркоты спирта как бы как 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 они на нет как и называлось это 100 градусов сталинский 100 грамм он наверно перебрал на всех братьев своих и ему было все по колено все да вот кида ему стало плохо либо того жена дочь это еще написал либо невеста ведь невеста написала все дни муж ты мне дам все такое и может быть огорчение пришлось решился в убийство надо заняться может разные истории быть но что для нас дошло что он пожертвовал собой чтобы сохранить свой отряда помните да момент чтобы была победа это хорошая как бы момент и шоуа тоже лег на крест чтобы дать нам победу таких моментов не рожденных свыше людей тоже жертвуется за себя собой за за других вала вала от отцы отдают свою жизнь за любовь к детям и к своей семье тоже как бы это можно сказать это 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 у нас с торги типа семейная любовь пожертвенная любовь подождите все равно если писание говорит о том что раб шоу это восьмая глава девятая глава к римлянам говорит о том что я готов свою душу свою то есть я готов поменять рай на ад ради братьев моих евреев если это поможет их спасению я готов сегодня поменять страдать вечно ради евреев чтобы пришло покаяние кто из вас сегодня готов пожертвовать своим спасением вечный от вечные муки кто готов какая любовь в нем говорила а эрес что что семейная да я понимаю что мы пойдем песню весь весь израиль как один человек хай израиль хай да типа на как его евреев иудеев за всех он послал семья семьей да это это извините пожалуйста и вот так же само били семейные братья я думаю что есть агапа которая готова страдать и за все то есть это его воля то есть это было реальная воля следующий момент когда он приходит и в дом она не каждая так как бы там пришли еще пророки помните да и что тяжело спать хочется я знаю что хочется спать да там где где была молитва и порог поднял пояс и начал порочить что чей брат чей-то пояс будет связан и поведет куда не в вузы то есть его предан будет язычникам да так вот и все сказали павел не ходи туда не надо вопрос что с ним произошло почему он согласился идти он не готов был ничего вот скажите давайте 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 порассуждать зачем нужно было идти еще раз подчипать причина причина что что заставила его любил бога и он готов что умереть за него просто можно положить павел в одном месте говорит он говорит о том что для лучше для вас чтобы я жил почему почему так считаете я поставил так вот мы хотим сделать мы а романтический для него эпизод мы хотим сделать из павла но на самом деле романтика какой-то святого учиться и вот потерять фантазии человека на работают как хоть как как хочешь зачем это ему нужно было с ним страдая с ними прославляться значит это получается у него была корыстная цель гордость и прославиться и достаток но царство божьего это не наследует но подожди сама суть я иду на страдание ради христа я прославлюсь типа типа вот такая корыстная часть именно гордости но если так говорится то я с ними прославляюсь какую награду какую награду я тоже нормально умру в старости я тоже свою награду получу зачем нужно было делать выбор либо можно можно было выбрать уйти остаться смотрите еще от 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 один момент начали с преследования в иерусалиме я кого обезглавили помните да петр сидит темнице ждет свои участи толпа вот довольна ира довольны как бы и ждет свои участи понятно что там уже как бы ну результаты никакого ну как бы нету он спокойно ангел господин пробуждает его да и вот выходи он еще ничего не понял вышел оказался на улице свобода пришла свобода да зачем нужно было это может быть не пришло время но он возвращается домой там где была молитвенная группа стучится туда выходит служанка свят 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 бес попутал это не может быть петр приходит туда говорит там петр стоит все никто не верит он опять туда стучится приходится в голову воздаваться воздавались да какое его решение было следующее нет он сбежал в одном случае Павел говорит подождите братья что вы делаете если господину усмотрел я готовить и полида . момент здесь господь усмотрел вывела привела домой наша харизматическая ну как бы нутро высказала неуловимый мститель да такой я супермен супермен бог со мной море по колено какие какие могут быть узы теперь мы как начнем молитву как поставим здесь как бы синагогу под названием неуловимый или там какой то еще и будем действовать нет он спокойно собрал вещи и говорит господа откланяется вам и ушел бог осудил его но сказать это трусость была оставил всех и пошел куда то мы иногда хотим нашим разумом христианским как бы вот ну вот то что мы нам нравится немножко придать всему свой романтизм героизм какой то такой святость ну сверх они были такими же людьми как мы такими же как мы павел мог им вы иметь этот выбор и я думаю это отлично мое мнение я думаю что и господь бы нет не было него как бы ну в обиде пришло бы его время да но если вы посмотрите что фактически пророчество которое было сказано оно не было сказано до конца говорится человек которого этот пояс в Иерусалиме возьмут свяжут его да почитайте где там это порочество 22 а Деяния апостола 21 глава почитайте почитай почитай окей смотрите внимательно где павел умер в риме насколько пророк был точен а дальше павел говорит я готов умереть в Иерусалиме подожди и дальше он всячески начинает отбиваться в Иерусалим его берут его бьют он говорит не понял я что за дела меня римского гражданина и как собаку требую сюда кесарева готов был умереть в Иерусалиме ой гевойд вы мне скажите что он хотел если бы хотел умереть в Иерусалиме дал бы себя растерзать и убить я понимаю давайте вот мы как люди мы начинаем немножко вникать туда в Писание смотреть что же там происходит сильно хотел он умереть а нет цель его была немножко другая это мое понятие было другая иметь возможность проповедовать Евангелие при различных обстоятельствах до смерти и выходить на разный уровень то есть дерзнуть проповедовать и кесарю если возможно а кесарю проповедовать это возможно когда и будешь иметь суд кесаря и везде где он проповедует он начинает говорить о том что о наших распрях не просто я там бутовщик и так далее говорит у нас есть распри о воскресении ба бах сталкивает людей лбами и начинает за мое упование мне придали секунду какое упование о гриппу помните да царя царя гриппа он пристал перед ним им может быть интересно за что этого человека гонят за что же он что такого сделал и потом говорит ты почти меня убедил ты безумствуешь Павел почти меня убедил возможность проповеди в англии в обыкновенных его жизни это не совсем возможно было он проповедовал на улицах проповедовал в синагогах но в царских палатах на судилищах и там где заседает самая большая элита он не мог проповедовать это был единственный выход который для него это было сделать чтобы можно было сказать я все сделал я путь свой совершил а теперь готовится мне венец жизни между тем временем когда его взяли и тем временем когда его казнили прошло много времени он только под домашним арестом сидел два года в Риме готов умереть мы читаем это так очень быстро хлёп 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 не я понимаю то есть как бы так решительно да то есть как бы он понимал что рано или поздно это придется делать то есть стоять за веру и отдать отчет за свое упование придется и это может закончиться плачевно да я думаю что да вот понимаете да чем мотивировался какой любовью мотивировался а агапы агапы вы понимаете что я говорю вот я хотел подвести вас к этой части именно любовь агапы она дает себя в жертву то есть ты готов страдать и ничего взамен не получить а сам за себя подождите воля божья совершается для человека как ты знаешь какая то воля божья для тебя в еврейской культуре существует такое выражение что это как бы я родился с тем что я имею то есть во всем что в моей жизни происходит все что в моей жизни происходит есть воля божья если если я стал богато воля божья стал бедным и у них нет понятия что меня Бог наказал вот это как гинди говорит это моя карма карма да то есть это моя участь если я родился То есть не дано мне свыше математика. Значит, это мой удел в этом жить. Если сегодня богатый, а ты бедный, они принимают это нормально, потому что не все так будет, как всегда. Это воспринятие. И не всегда так будет. Но мы же научились немножко по-другому. Мы влились в новое движение, обновление церкви, реформ церкви. И мы же говорим, что любые страдания, любые потери в бизнесе, в семье и так далее, это проклятие. Значит, бог тебя отвернулся, и демоны тебя отрывают на части. Я не согласен с этим. Я не согласен с этим. Когда получается полторы тысячи лет церковь ходила в трудности, переживаниях, читаем мы евреям 12 глава, они ходят в милотях, в козьих одеждах и так далее. И они недостойны многих из нас. Мы недостойны многих из них. Понимаете? И они страдали. И мы будем говорить теперь, что обогащение или же успех, преуспевание и здоровье, это показатель нашего отношения с Богом? Да неправда. Неправда. Готовы ли мы отдать все, когда нас забирают, и простить, когда нас гонят, благословлять, когда нас бьют, поставить в щеку. Вот это Агапе, которое говорится для Петра. Петр, Агапе ты ли мне? То есть, готов ли ты любить меня не просто как Господа? Не Господа, не просто. Он говорит, да, ты знаешь, что у меня есть чувства, у меня филы, у меня есть эти чувства, привязанности к тебе, мой Господин. Он говорит, нет, Агапе, можешь ты мне Агапе, то есть, жертвенной любовью. И он говорит, ты знаешь. И в конце говорит, да, ты знаешь, что я тебе Агапе. И он берет его, ведет выше. И начинает ему говорить, какой смертью он умрет. Потому что он сказал, что я готов отречься от себя, взамен ничего не получить. И быть твоей волей. Вопрос сегодня, должны ли мы быть нищими, бедными? Да нет, в этом вопросе нет. Вы понимаете, что я говорю? Но это не есть сама цель в Боге обогатиться. Есть заблуждение, которое люди имеют, что обогащение или же признак Божьего благословения, когда мы обогащаемся. То есть, у нас есть успех. Я не считаю так. Я считаю, самое великое обогащение, которое мы имеем, это иметь Бога в друзья. Когда мы можем общаться с Богом, как с другом, и Он выходит на нас встречу. Мы, если остаемся верными, то Он верен. Но если мы неверными, Он остается все равно верен. Он не может изменить своему слову. Когда мы падаем, Он все равно остается верным. Подает нам руку спасения. Вы поймите, но люди же, как бы, получается так, что когда в нужде, когда трудности, когда есть проблемы, и Бог дает нам какую-то идею, мы начинаем ее развивать, начинаем ее двигать. Мы обогатились, мы действуем дальше. Но в обогащении, в быстром обогащении можно потерять все. Ты теряешь Бога, ты теряешь совесть, ты идешь на компромиссы, и ты думаешь, что у тебя идет успех по этой причине, что ты верующий. Ну да, да, да. Вы поймите, что вот в этой ситуации, как можно было, как можно было Павла содержать два года, или он мог содержаться под стражей, по домашним арестам. Кто? Кто? То есть он жил на подате. То есть за это нужно было платить. Вот человек жил верою. Вот человек жил верою. Он сидел под арестом и думает, кто к нему придет, даст денег. О, интересно, богатство. Откуда у него там богатство? Значит, может. Значит, есть вопрос не в богатстве, правильно? Могут ли верующие быть богатыми? Да, могут. Могут ли верующие быть бездаватые еще? Могут? Навели. Все возможно верующему. Все. Извиняйте, что там как бы кто-то послушает меня, как бы скажет, вот наговорился. Но на самом деле, что мы хотим, то получим. Сегодня больше людей верят, что бесы сильнее, чем Бог. Начинают о проклятии, говорит. То, что он нашептал, то, что он наговорил. Эти верующие, они такие молитвы, такие проклятия, такие. И я начинаю успокаиваться. Подождите, стоп, стоп. Вы больше верите в действия беса в вашей жизни и разрушение, проклятие, болезни, чем вы верите в Бога, что Бог силен. И ты не понимаешь, там колдуни, там еще такое. Я говорю, Боже мой. Возьмите Писание. Возьмите Писание. Сколько процентов говорит упование на Бога и отношение с Богом, и сколько процентов говорит о том, что там люди какие-то были бесноватые и с проклятием. Если больше. Мне тяжело с людьми общаться. Хорошо. Но я болею. И ситуация, ну тревожная ситуация. что от этого изменится? Вот именно. Да, да, да. Вот именно. Что на первом месте? Я вам скажу. Мне делали операцию в 98-м году на почке. Там как бы тяжело было. Два года я мучился. и вставать утром. Там камень был вот такой большой. Прямо она проходит. Это тяжело было. И моя жена всегда говорила, надо иметь веру. Веру! Где твоя вера? Где твоя вера? Говорю, вера, надежда, любовь, никого нет уже. Все ушли. Свет остался. Света пришла уже, и все. Одна света осталась. Ну, поймите, да? Я говорю, я верю. Ну, я знаю, что Бог исцеляет. Молюсь за исцеление. Но нету исцеления. Что делать? Ну, врачам понятно. Поймите, есть люди, которые разочаровываются в Боге, потому что они не получают своего исцеления. Оно болит. Оно в ситуациях, я понимаю, оно неприятно. И я знаю, что хочется быть здоровыми и сильными и сделать Бога. И мы начинаем себя накручивать, что если мы получим исцеление от Бога, если мы сделаем, тогда мы можем сделать и домашние группы. И начинаем обещать Богу то, что мы могли сделать раньше и не делали. Когда были здоровы, мы не делали, потому что у нас была суета. Как только мы попали в проблемы, мы начинаем вдруг Богу обещать то, что Боже, только дай мне только жизнь и мы изменимся. Я скажу, я просил Бога, Боже, ты знаешь, что будет, то будет. Исцеление, не исцеление, как будет. Бог покрыл мою всю операцию. Я сейчас не имею как бы там ни патологии, ни камня, ничего. У меня удалили этот камень. Удалили. И бесплатно. Мы сделали это бесплатно. Конечно, не без инцидентов, не без всяких проблем, но я живой. Я живой. Я думаю, что люди больше всего боятся умереть, потому что у них нету мира с Богом. Вы понимаете, о чем я говорю? Перейти за ту сторону, боятся, потому что нужно дать отчет по всем вопросам, которые есть. Страшно. Но больше всего они думают, как же эта вся моя семья и мои родственники будут без меня. Будут. Рано или поздно будут. Твои дети останутся без тебя, потому что я умру раньше своих детей. Дай Бог, чтобы это было. Потому что родителям всегда тяжело похоронить детей. Это самый тяжелый момент. И мы начинаем мучить себя, как же дети там пошли или не пошли, что-то с ними было. Но внутри большая, самая большая большой страх встречи с Ивышним. Зачем нам исцеление? Я посмотрю, какой вопрос. Зачем нам исцеление? Приятно. Не, 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 не. Я поспрашиваю такой реальный вопрос. Зачем нам исцеление? Мне нужно исцеление, например, головная боль, сердце и так далее. Мне нужно исцеление, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы был продуктивнее. Павел, как говорится, лучше для вас, чтобы я был здоров. Но это на самом деле оно мне надо. Все остальное по жизни. Чтобы мне кляву записали, шантажировали меня, обвиняли в том, что я не делал. мы должны понять одну вещь. Мир, мир, он еще не принял Машеха, то есть не настало тысячелетнее царство. Не настало царство Божьего на земле. И, похоже, мы будем еще на этой земле лучшая часть и лучшая, как бы сказать, пора для нас от заботы, труд и болезни. В чем хорошего болезни? Я скажу, что хорошего болезни. Ты лежишь дома с головной болью или там почки. Ты начинаешь молиться, попить к Богу, надеяться на Него, читать Писание. И больше никакой надежды нет у тебя. И ты получаешь благодарить Бога и действовать дальше. Пока, да, местами, так что ты мог бы сделать, ну, осуждать. И страдающий плотью перестает грешить. Ты уже перестаешь грешить там всякими словами. Разве что, если может быть ропот какой-то поднимается. Но, поколе мы живем на этой земле? Земля, Писание говорит, что она проклята. Другой так, ну, хотя Божья земля, нововладение князя мира сего. И, как Адаму было сказано, проклята из-за тебя земля. Произрастать будут волшебцы и так далее. Потом появились болезни, потом появились вирусы, потом появилось все, что мы имеем. И мы находимся в этом мире, чтобы проглазать милость Божию, чтобы нам измениться, чтобы мы были светом. И Павел, граф Шаул, говорит, если он умеет, я считаю, что он больше всех потрудился, у него больше всего была вера, через него больше всего людей даже исцелялось, получилось и в Англии, и так далее. Он говорит, что я в болезнях, трудах, послание, кораблекрушение, три дня побивали. Как вы думаете, что он получил? Три раза палками, 49 без одного, 50 без одного, 39, 40 без одного. Это палками. Три раза, и он выживал. вы бичевание, то есть, другими словами, да? Вы хоть позадумывались, что происходило, нет? Или не понимаете? Мы не представляем себе, Иисуса, Иисуса бичевали один раз. И вы видели, что с ним происходило, да? Вот посмотрели немножко страсти Христовы. Этот человек три раза прошел через это унижение. Харизмат еще больше, чем мы. На языках молятся больше, чем мы. Учение больше, чем мы. И потом говорит, меня все оставили. Ох, идеальная христианская жизнь. Как вы думаете, когда вас оставляют друзья, верующие, за то, что непонимание ваше, это приятно? Нет, неприятно. Что с ним происходило? Харизмат? Три раза просил Господа, чтобы он забрал эту болезнь. Он говорит, Господь говорит, довольна тебе моей благодати? Оставляю тебе жало в плоти. Ну, где-то слава, что он был слабше. Зрением это жало в плоти. И что лишь типа этого? Может быть. Но с другой стороны, если слепота или плохое зрение не доставляет такого дискомфорта, как то, о чем Павел мог просить у Бога, чтобы он забрал у него это жало в плоти. Вы понимаете, да? Моя жена, у нее слабое зрение, она так видит, вот так вот, а когда если чуть потемнее, это значит, я не слышу, потом орала, кричала к Богу за бюре, жало исплотивление. Живет нормально. Все, что вы живете, нормально. То есть, как бы, кто-то просмотит, чтобы было исцеление. Хотелось бы, но это не так, не так плохо, что оживать Богу, что он забрал. тяжело. Понимаете, я еще говорю, Наверное, намного глубже. И вот этот момент нужно немножко проходить. Я верю, что Агапе, Агапе, любовь, которую мы говорим, хотя, так, выражение в христианстве, что это божественная любовь, да, самопожертвование любовь, является волей человека, которая, ну, волевым решением любить врагов, любить преследователей, любить ближних, любить дальних, любить Бога. Это волевое решение, которое отдает самопожертвование, да, отдает без возмездно, то есть, не желая ничего обратного. Понятно, да? Это является Агапе. и христианский подход должен быть сфокусирован, как нам развить это чувство Агапе. Любовь, она, ну, как бы сказать, достигается, она, это действие, например, глагол, то есть, действующий момент, действующая реальность нашей жизни. Нарабатывается, нарабатывается. Я думаю, что приходит это больше со зрелостью христианской. Но чаще всего бывает и наоборот, что с христианской зрелостью притупляются эти все вещи. Люди начинают позволять себе оскорбления, позволяют себе распускать язык, наезды. Ну, нет, я имею в виду вместе, в понятии, что они были юными, то есть, они только покаялись, младенцы во Христе, и потом, когда они прошли одну библейскую школу, одни семинары, там уже знают, и энкаунтеры проводить, и сами проводили, и веру имеют, и все, да, но любви нету. Любви нету. Вопрос, какой там любви? Агапе. Если нет агапе, все то, что мы делаем, становится звенящим. Амин. Мы делаем перерыв. Да, Какой? Длинный.